Привет-привет! Вы смотрите канал Неугомонного Ёжика. Сегодня на календаре 8 января 2018 года. И я хоть и проснулась поздно, но практически весь день готовилась к завтрашнему экзамену. Я прочитала запись лекции Сергея Арутюнова, неизвестного специалиста по странам Востока в том числе. И он написал одну вещь, которая заставила меня всерьёз как-то вот призадуматься даже. Он там написал, что Япония – это западная страна по своей сути. Причём это не то, что в XIX веке Япония начала активно перенимать западные ценности, поэтому она вот такая очень западная сейчас, что нет. Его идея состояла в том, что Япония изначально развивалась очень сходным образом, как любая уважающая себя европейская страна. То есть там был период древности, был период феодальной раздробленности, был период первичного накопления капитала, и потом капиталистическая система, а уже в XIX веке действительно западные ценности ускорили этот процесс. И в итоге получается так, что Япония по своей сути исповедует западные ценности. Это замечание показалось мне интересным, поскольку я всегда что-то такое подозревала за японцами. А тут просто человек-специалист, и он разбирал ценности протестантизма, и вот к слову там приписал, что Япония, кстати, тоже исповедует протестантские идеи. И я такая, да ладно! Но потом он так хорошо аргументировал свое мнение, очень рекомендую всем специалистам или тем, кто интересуется странами Востока, посмотреть вот эту статью, которая сейчас появится на экране. Ну, это скорее не статья, это сборник лекций, прочитанных Арутюновым в 1997 году по Западу и Востоку. Очень интересный материал, где уважающий Востоковед начинает чувствовать себя не в своей тарелке, когда сталкивается с Японией. Ну, во-первых, Востоковедам с самого первого дня посвящения в студенты долбят, что мы изучаем традиционалистские сообщества, что мы двигаем цивилизацию друг к другу и все такое прочее, очень романтичные идеи. Но, по сути, все различия западных и восточных ценностей сводятся к тому, что Запад за прогресс, а Восток за сохранение своих традиционных устоев и ценностей. Так вот, когда начинаешь изучать Японию, то ты обманываешься. Поначалу, ты думаешь, что восточнее страны не бывает, потому что там-то как раз все знают традиции, обычаи очень чтятся. И 365 дней в году проходят под знаками тех или иных праздников традиционных. Но когда начинаешь погружаться в культуру, а особенно в религию Японии, начинаешь чувствовать вот этот подвох. Я в свое время очень сильно разочаровалась именно в религиозных ценностях японского общества. Отчасти я шла изучать именно Дальний Восточный регион, потому что меня всегда привлекали эти философские идеи, это тонкие какие-то восточные религии, практики, что-то необычное такое мистическое. Буддизм меня очень привлекал, его красивые, нестандартные, необычные идеи. Мне казалось, что носители вот этих вот культурных традиций, люди, которые исповедуют такую религию, они тоже должны быть очень духовными и утонченными личностями. Что мы видим в Японии? Да, по факту там есть две официальные религии. Япония – это светская страна, в Конституции прописана свобода совести, как и в нашей стране, в принципе. Поэтому можно говорить только о доминирующих религиях в данной стране, но никак не об официальной. Так вот, там две религии – это синтоизм и это буддизм. Синтоизм, он имеет более традиционные глубокие корни именно в самой Японии. Считается, что синтоизм сформировался при, так скажем, поддержке древнеиранских верований, вот оттуда, с того региона, пришли какие-то концепции мировоззрения через Китай, потом через Корею и достигли Японии. Так сформировался синтоизм. Затем пришел из Индии сначала в Китай, затем в Японию, опять же через Корею во многом, буддизм. И в основном, когда говорят о синкретизме в Японии, синкретизм – это такое состояние, при котором нет какой-то ярко выраженной приверженности к одной религии. То есть здесь взаимодействие нескольких верований. В Японии это прежде всего синтоизм и буддизм, как они друг с другом взаимодействуют. И ни одной религии не отдаётся яркое предпочтение. И когда я это очень глубоко изучала, последние четыре года, меня всегда интересовал религиозный вопрос в Японии, я заметила сразу, практически сразу, заметила такую вещь, что несмотря на очень развитый ритуал, несмотря на то, что большинство японцев и на сегодняшний день соблюдают все эти традиции, ритуалы, обращаются к буддизму чаще всего в случае смерти и похорон, к синтоизму во всяких очистительных ритуалах, на Новый год, в тех праздниках, о которых я уже говорила, это Оубон и Танабата прежде всего. Синтоизм связан очень сильно с культом предков, всеми этими родовыми клановыми верованиями, почитанием рода, родителей, известных каких-то предков. Вот с этим в основном связан синтоизм. И это всё живёт. То есть японец, он в этом плане конформист полный, он принимает свою собственную философию, он никогда не поступит со традициями своей страны. То есть идёт такое разделение. С одной стороны, то, что я внутри чувствую, с другой стороны, то, что принято в моём Отечестве. Так вот, внешняя сторона, при всей развитости внешней стороны, сразу ощущаешь какую-то бездуховность даже японцев. Такую бездуховность, которую, наверное, трудно найти даже в западной стране. Разве я не верующий буддист? Я вот так вот спрашивала, и когда понимала, что ровесник человек моего возраста, я вообще плохо понимаю, что такое буддизм, я очень была разочарована. Некоторые мои коллеги говорят, что это связано с тем, что японцы поздно взрослеют. Вот та их очень удобная цивилизация, которой они себя окружили, к сожалению, не способствует быстрому взрослению человека как личности. Поэтому все вот эти темы, о которых мы обычно думаем в 18, в 20 лет, накрывают среднестатистического японца к 30 годам. К сожалению, я не имела опыта общения с японцами данной возрастной категории, поэтому ничего не могу сказать. По этому поводу для меня это задача сейчас, одна из задач, найти какого-нибудь японца лет 30 и поговорить с ним по душам. Зато я общалась со старшим поколением японцев. Они как раз в своем большинстве очень традиционны, то есть для них существуют какие-то незыблемые ценности. Возможно, мой негативный опыт сейчас кого-то обескуражит, может быть, даже оттолкнет от сближения с этой замечательной страной. Я люблю ее от всей души. У меня есть, конечно же, есть друзья японцы, с которыми нас связывают теплые воспоминания нашей общей дружбы. Возможно, мой негативный опыт кроется просто-напросто в недостаточном знании японского языка. И теперь, когда у меня уже знания получше и я скоро поеду в Японию, вполне возможно, что мое мнение о духовной начинке современных японцев изменится. Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что это сугубо мой личный опыт. Возможно, у вас все будет иначе или, возможно, у вас как-то иначе это все ощущается. Но если не нырять в глубину и в общение с азиатами, с японцами в том числе, то это прекрасные друзья, вежливые, хорошие и люди, которые без негатива относятся ко всему иностранному. Есть, конечно, отдельные индивиды, как и во всех культурах, во всех странах. Но в целом японцы довольно открыты именно сейчас, открыты к международному общению. Чего вы не добьетесь, скорее всего, так это тёплого дружеского общения, такого именно глубокого, какого-то на уровне душ и сердец. Вот этого очень-очень-очень сложно добиться, да и возможно ли добиться, неизвестно. Я, если честно, пессимист на этот счёт и считаю, что благодаря тому, что я уже видела, с чем я сталкивалась, я сделала для себя вывод, что у меня не получится так и сблизиться с представителями японской нации. Вот. Но если говорить просто о каких-то ребячествах совместных, знаете, как... Вот они действительно, как дети в своём большинстве, любят вкусняшки, любят всякие кавайи, нилые вещи, путешественного впечатления, какие-то современные фильмы, музыку, вот такое всё, немножко инфантильное, если этому подыгрывать, если этим просто развлекаться, в это окунаться, поддерживать вот этот милый, незатейливый тон, какой-то не сидеть с мордой кирпичом и не строить из себя глубокого философа, то вы быстро найдёте с японцами общий язык. Вот. Надеюсь, мой сегодняшний инструктаж вам дался. И... Надеюсь, вы стали больше понимать, кто такие японцы, что такое Япония, что такое Восток вообще. С вами был Ёжик. И... До скорых встреч. Пока-пока. Пожелайте мне удачи на экзамене. Завтра.